Добрый вечер, дорогие друзья! Наша синагога еще не видела такой прекрасной публики. У меня единственный комментарий... Спасибо. Единственный комментарий моему коллеге Бенни Брискину. Ну не так уж много мы выпивали. Я как-то испуганно слушал. Канонической версией все равно является версия Брискина, потому что зафиксирована в журнале. Хорошо, хорошо, хорошо. Когда я стал общаться с людьми, которые составляют сердце Конгресса, со своими участниками и идеологами, я понял, почему стал президентом этой организации. У меня есть то, что дополняет картину. Большинство руководителей РЭК – потомственные горожане, преимущественно из крупных городов. Наверное, я единственный лидер Конгресса, который родился в еврейском местечке на Украине. Когда я уехал оттуда учиться, оставалось всего 75 евреев. Но дух сохранялся. Меня как-то спросили, а когда вы узнали, что вы еврей? Я узнал, что я еврей, наверное, раньше, чем узнал, что живу в стране Советский Союз и в той ее части, которая называется Украина. Когда я в городе впервые увидел, что на бутерброд с маслом кладут колбасу, у меня был такой шок, как будто у меня на глазах едят живую лягушку. В то время не мешали еще дома у нас молочное с мясным, дома у нас соблюдался достаточно строгий кашрут. Еврейское местечко на Украине не соответствует представлениям о евреях в России и в мире. В России представление о евреях как интеллектуальной элите. Это инженеры, учителя, врачи, адвокаты. Это победители физико-математических олимпиад, нобелевские лауреаты и так далее. А в еврейском местечке евреи-малеры, жестянщики, рабочие. Мои деды, например, были мельниками. Когда моя мама после окончания школы хотела учиться дальше, ее родители страшно возражали. Она решила поступать в горный институт. Но ее родители считали, что это нехорошая профессия. Портниха, повар. Вот эта профессия, они всегда нужны, они прокормят. Еще одно отличие от города. В местечке сохранялись остатки еврейской общины. Ухаживали за кладбищем вместе. Все жители местечка собирали деньги на свадьбы. Был даже товарищеский суд. Мирили, делили, разводили. Старики собирались и, помолившись, разбирали дело. Еще помню, община собиралась, чтобы печь мацу. Ее нельзя было купить. Причем существовала проблема. Каждый хотел иметь мацу из своей муки, потому что знал, что своя мука точно кошерная. А про чужую иди знать. Но и собрать деньги, и купить муку для всех нельзя было. Во-первых, была проблема ее купить. А во-вторых, сбор денег и покупка не только для своего личного пользования, доставка, это уже частная коммерческая деятельность, уголовно наказуемое деяние. Поэтому все приходили со своей мукой и со своей наволочкой, в которую потом складывали готовую мацу. Был настоящий конвейер. Мука не должна была пересекаться с готовой мацой. В одной комнате месили, раскатывали, а в другой комнате пекли. У меня была тоже своя работа. Я делал дырочки в тесте с зубчатым колесиком на палочке. В общем, я местечковый. Это одно существенное обстоятельство. А второе, что я потомок великих раввинов и хасидских праведников. Президент Рек должен выдвигать идеи. И чтобы это делать, нужно иметь моральное право. Так что, с одной стороны, я из гущи простого еврейского народа, а с другой, за моей спиной те великие евреи, которые внесли очень существенный вклад в развитие еврейской мысли на протяжении последнего тысячелетия. Одно из тяжелейших воспоминаний детства, которое, возможно, определило то, чем я занимаюсь сейчас. У нас была патриархальная семья. Мой дед жил вместе с семьей своего дяди, который был женат на его сестре. Довольно распространенное явление в местечковых семьях, когда дядя женился на племяннице. Видимо, из-за родственного брака у них были сложности с детьми. Родились семерых, выжила только одна дочь. Выжила, сложно сказать, так как она была расстреляна немцами в 1941 году. И вот однажды утром дядя моего деда пошел за хлебом. Были такие кирзовые корзинки специально для хлеба. Его долго-долго не было. А потом он пришел и принес полную сумку человеческих костей. В тот день начались взрывные работы на карьере, где была расстреляна его дочь. Единственная выжившая и потом убитая. Митинг провели, прекратили взрывать, поставили небольшой памятник. Это часть памяти, которая повлияла на то, чем я занимаюсь сейчас. Я с этим и пришел. Привести в порядок захоронение гораздо важнее, чем большие митинги. Это оказалось очень объемной, сложной работой. И очень рад, что нашелся человек, который откликнулся и с которым мы совпали, как пазлы. Редактор районной газеты, там в местечке, в райцентре, где я родился. Сегодня он разыскал 388 имен. И еще 380 предстоит восстановить. Но работа эта гигантская. Только в одном районе было расстреляно около 10 тысяч человек. Сохранение памяти – одна из самых важных вещей для сохранения национальной самоидентификации. Сегодня в Москве 3 еврейских музея. Ни один народ России, сопоставим по численности, не имеет трех музеев в Москве. Почти в каждом областном центре есть еврейская община и небольшой музей. Важно не только сохранять память о евреях для евреев. Нужно рассказать о вкладе евреев в русскую культуру. До сих пор он не оценен. Это очень тонкая материя. Не хватает не только знаний и средств на их распространение, но не отработан до конца методика, принципы и подходы. Вот, например, Исаак Левитан – это художник русский или еврейский? Нобелевский лауреат, писатель Исаак Башевизингер. Это часть мировой литературы, безусловно. Но он писал на идыш, языке европейских евреев, и герой его произведений – евреи. Башевизингер будет принадлежать еврейской литературе, если евреи будут пользоваться ею, декларировать принадлежность этих писателей к нашему народу и читать, и знать. Владимир Высоцкий – достояние русской культуры, вне всякого сомнения. Как быть с тем, что папа его евреи, причем из семьи последнего главы московской еврейской общины? Вклад Владимира Высоцкого в русскую культуру – еврейский или нет? А Марк Шагал – он русский, белорусский, французский и еврейский. Тема культуры интересна еще и потому, что идентичность российских, точнее советских евреев, отличается от принятой во всем мире, потому что только в двух странах за всю историю человечества существовало определение национальности по крови – в нацистской Германии и в Советском Союзе. В царской России не было официального понятия еврей, только иудеи. Они фиксировали вероисповедание, а не национальность. В Советском Союзе и нацистской Германии это отменили. Здесь действовала только идентификация по происхождению. Это сказалось на нашем национальном самосознании. Мы испытываем принадлежность к народу, а не к религии. В остальном мире наоборот. Российский еврейский конгресс не может работать без помощи жертвователей. Есть разные уровни помощи, причем они классифицированы не мною, а нашими мудрецами. Как правильно помогать, чтобы не накормить рыбой, а научить ловить рыбу – это первый вид помощи. Второй – из рук в руки, без посредников. И самый высокий уровень, когда тот, кто помогает, не знает, кому он помогает, а тот, кто получает, не знает, от кого он получил. Наша главная задача – помочь людям делать добрые дела. Это как научить читать ребенка. Не хочу никого обидеть, должен сказать, что банкиры не склонны давать деньги. Через нас, во всяком случае. Несмотря на то, что наш совет возглавляет Владимир Лесин, и у нас почти нет людей, чей бизнес связан с компаниями с государственной долей. Люди, заработавшие деньги в России, еще только учатся благотворительности. Когда-то в юридической среде это было само собой разумеющимся. Многое шло от давней религиозной традиции. Бог дал тебе разбогатеть – не гневи его, не испытывай доброту небес. Помоги и сам, кому можешь, чем можешь. Именно так жили и даже возникали еврейские общины, в частности, в Восточной Европе, российской черты оседлости. Так поддерживалось еврейское образование, синагоги, больницы. На это существовала система общинной социальной помощи. Сейчас общинной замкнутости нет. Религиозные традиции ослабли, а в новые моральные нормы это еще не вошло. Многие очень богатые евреи просто не чувствуют в себе потребности благотворительности. Ведь от благотворительности можно получить настоящее удовольствие. Вы представьте себе, что может быть моральным стимулом для человека, у которого и в материальном плане есть все, который состоятельен и успешен. Они возглавляют компании, им принадлежит бизнес, но никто не может их похвалить. Ты молодец, Юра, Толя или Миша, ты сегодня хорошо поработал. Некому сказать это. О том, что происходит, у них там знает только Форумс. Мало есть вещей, от которых могут получить удовольствие большие бизнесмены. А вот благотворительность одна из них. Спасибо.